Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня будет интересное видео, такое немного психологическое. В общем, буду передавать свой опыт и свой взгляд. Очень часто задаваемые мне вопросы в Инстаграме, в эфирах и в комментариях. Задают вопрос, Селена, расскажи, пожалуйста, как можно сохранить в отношениях искру и свежесть, и как можно вернуть эту искру и свежесть, если она пропала. Я все время вообще очень люблю, честно говоря, разговаривать на тему отношений, потому что всегда есть чем поделиться, всегда есть что новое узнать. Больше, конечно, поделиться, рассказать именно свой взгляд и свой опыт, потому что я считаю, что он действительно рабочий. На сегодняшний день у меня все прекрасно, поэтому мне хочется, чтобы у вас все было прекрасно. И кого интересуют такие вещи, у меня есть некие такие какие-то убеждения, и опять же свой опыт и взгляд, который работает. Работает именно на мне, работает, в принципе, на других. Но очень сложно все это дело, знаете, как бы проверять, потому что люди очень упертые. И наши эмоции часто не дают нам что-либо сделать правильного. Есть здравый смысл, есть эмоции. И, как правило, здравый смысл рулит, но эмоции всегда мешают. Всегда мешают рулить здравому смыслу. Сейчас мы поговорим о том, как сохранить свежесть в отношениях или сохранить эту искру, которая у вас есть. Что касается, как вернуть искру и вернуть эту свежесть, могу сказать так, что это практически невозможно. Поэтому лучше эту свежесть и эту искру не терять вообще. Как на личном собственном опыте я поняла, как сохранять эту искру и свежесть. Я считаю, что очень важно в отношениях, чтобы что-то изменялось и менялось. В отношениях не должно быть застоев. Они происходят очень просто, когда у нас начинается бытовуха, когда у нас за дня в день, особенно люди, которые работают, и которые, знаете, как бы не развиваются вперёд. То есть, знаете, поездки за границей, не нужно их недооценивать. Это всё равно новые впечатления, это какие-то новые испытания. Вот для меня это вообще чуть ли не номер один. Вместе с любимым ездить за границей хотя бы раз в год. То есть мы год можем работать, пахать туда-сюда, а именно поездка за границу. Даже не столько там куда-то, нужно что-то менять. Если вы постоянно ездите, например, вот вы живёте, да, всё отлично. Первый год замечательно, может быть, второй год замечательно. Потом вы чувствуете, то есть женщины и мужчины, они должны чувствовать это. Больше, наверное, женщины. Пусть от женщины происходит инициатива. А вообще пусть происходит инициатива, и всё это происходит от того, кто задался этим вопросом, что что-то начинается не так. Вот если вы сейчас смотрите это видео, вы уже, в принципе, можете начинать и можете быть инициатором того, чтобы эту свежесть поддерживать и её питать. А может даже сделать её ещё больше, эту искру, например, да. То есть вот вы живёте, бытовуха очень жирает, поэтому очень важно не зацикливаться на этой бытовухе. Очень важно сходить куда-то поужинать вместе, открывать какие-то новые места. Я понимаю, что всё это деньги не обязательно там ходить. Это каждый день, можно сходить там раз в неделю. У кого как финансы позволяют? Можно сходить раз в месяц. Хорошо, если это будет, например, там сюрпризом или каким-то неожиданным, чтобы там не планировать за месяц. Вот, например, вы сидите, лежите там, например, о, пойдём туда. Да, на самом деле очень много развлечений. Если вы привыкли ходить в кафе, кино и так далее, сходите в театр. Это новые впечатления, это что-то новое, это супер. Я считаю, что да, очень нужно где-то, если вы не были на выставке, сходите на выставку. Вот что-то новое, понимаете? Новые впечатления в отношениях очень важны. Это то, что мы говорим сейчас такое, примитивненькое, да, то есть то, что мы можем сделать вот здесь и сейчас, раз, и пойти куда-то. Те же, не знаю, вот, кстати, игры, квесты всякие вместе проверить, да. Нужно друг друга узнавать на всех фронтах. Далее, это поездки. Вот я помню, что были у меня достаточно долгие отношения. Конечно, сейчас те отношения, которые у меня сейчас, это самые долгие. Это просто побили все рекорды, и я думаю, что они будут ещё продолжаться очень долго. По своей интуиции, по всему тому, что происходит, я понимаю, что эти отношения у меня качественные. Даже когда в отношениях всё хорошо, есть там какое-то уважение и так далее, нужны перемены. То есть я считаю, что, допустим, за границей, если вы ещё не готовы к детям, конечно, любая пара через определённый период, я считаю, что она должна развиваться именно в семье. То есть если они, два человека, нацелены друг на друга, создавать именно семью, ячейку, каждая женщина и каждый мужчина, я думаю, хочет почувствовать себя именно частью вот этой вот такой вот семьи маленькой. А это ребёночек, естественно. Поэтому с этими вопросами нельзя затягивать. Если сильно будет затянут вопрос к тому, что, знаете, кто-то хочет, а кто-то не хочет, или всё это откладывается, откладывается, отношения могут стать реально пресными. Если вы ничем не занимаетесь, если вы не посещаетесь за границей, если у вас там бизнес не растёт, как-то меняется. Понимаете, вот, например, люди окунулись там в бизнес свой, да, то есть сегодня у них так, через год у них там раз открыли. Конечно, некогда, да, пока что там детки и так далее, но это должны чувствовать обе половины. Они должны быть как бы вместе. То есть либо женщина в бизнес мужчины как-то должна, да, там вот что-то, либо он, либо у них разные свои, но они в них должны развиваться. Ну и, соответственно, вместе тоже быть, потому что очень сильно сплочает людей, когда у них есть что-то общее. Если женщина будет заниматься своим делом, мужчина своим делом, да, супер, они независимые, всё у них супер есть, но их тогда очень мало будет связано, особенно если они каждый любят своё дело. Нужно, чтобы что-то они нашли, чтобы их связывало, и они получали эти впечатления вместе. Я считаю, что это очень важно. Что касается детей, обязательно через какой-то период молодой человек со своей женщиной должны прийти. И это тоже, это тоже новый виток в отношениях, да, и он как бы продолжает дальше ваши отношения. То есть, смотрите, сначала мы встретились, да, один человек, другой человек. Сначала мы встретились, нам кайф друг от друга, мы узнаём друг друга, всё-всё-всё. Когда у нас уже всё это произошло, как бы мы узнали, мы поняли, что хотим быть вместе, должно происходить естественное развитие событий. Естественное развитие событий — это когда два человека умножают свою любовь, когда они уже насытились, да, вот так вот друг другом. Они хотят создать что-то новое, понимаете, и подарить свою любовь, которая у них с избытком друг для друга, для какого-то чего-то маленького. И это уже получается такая более качественная семья. Я это говорю, естественно, сейчас в здравом таком моменте. Я понимаю, что есть разные семьи, разные люди, здесь нужно смотреть, не нужно с каждым встречным, поперечным. Если отношения стрёмные какие-то и вообще без уважения и много чего другого, не нужно заводить детей, чтобы потом были всякие проблемы и сложности. Нет, я сейчас говорю о как бы более-менее гармоничном развитии отношений, да, с уважением и со всеми делами. Нам надо подарить нашу любовь кому-то третьего. И уже впечатления новые, которые получать не просто вдвоём, а уже с семьёй. Маленький ребёнок, как этот мужчина, да, как он будет относиться по-другому к женщине. Это новый виток, вот 100% новый виток. И потом, когда малыш растёт, это постоянно новые впечатления. Это сначала он растёт маленький, сначала он там начинает ходить, потом начинает разговаривать. Это каждый раз что-то меняется, это каждый раз ты чувствуешь, что ты живёшь, ты не стоишь на месте. Когда маленький малыш растёт, это вообще вот всё меняется, да. Это всегда, мне кажется, свежесть какая-то в отношениях. И здесь всё идёт по развитию. Когда пришёл момент, опять же, допустим, говорят, что в 3 годика, например, детки, они уже, это вот уже для девочек, у кого есть дети, что женщина уже становится более свободной, ребёнок более самостоятельным, и вроде бы опять может начаться какой-то застой. Часто в это время начинают второго ребёнка, опять что-то новое, то есть большая семья, ещё больше семья, она становится шире, и как-то всё ещё лучистие, да, то есть второго ребёнка тогда заводят, да, либо тогда начинают как-то за границей ездить уже показывать мир своему ребёнку и получать вместе с ним впечатление, потому что я считаю, что это очень круто в первый раз поехать с человеком, который первый раз никогда не видел, что-то не пробовал, ты как будто заново с ним рождаешься, поэтому показывать новый мир ребёнку вдвоём, с семьёй, учить ему чему-то, рассказывать, я считаю, что это очень круто для какой-то свежести и искры в отношениях, ну вот это лично моё мнение. И я могу вам сказать, что даже в моих отношениях так было, что мы встречались, всё у нас замечательно, но даже в какой-то момент я понимаю, что да, вот сейчас нужен этот новый виток, и этот новый виток настал, и всё стало намного качественнее, всё намного ярче и так далее. Дальше пройдёт момент, я как женщина, я чувствую, что нужно дальше, что нам нужно будет дальше, мне нужны будут перемены по-любому, то есть я вообще такой человек, которому нужны перемены, и нужна эта свежесть какая-то, понимаете? Я должна понимать, что в жизни что-то происходит, что я не стою на месте, потому что эти застои как раз-таки толкают нас на новые впечатления на стороне, очень часто, так бывает, от чего мужчины идут куда-то, да, или женщины идут куда-то, от того, что ничего не происходит вместе, здесь, понимаете? Ничего нового. То есть ты как бы знаешь уже, вот мужчина, он охотник, вот он пока охотится за своей девушкой, всё, он там весь на дне, как только он её добился, как только он её полностью понял и распознал, но, как правило, он идёт куда-то дальше, покорять. И ничего нового он там не найдёт, даже если уйдут, такие приходят из семьи, уходят, в ту же самую жопу попадают. Ну, в плане, если ты не занимаешься развитием и не сохраняешь эту свежесть искренне, если не развиваешь свою семью, ты в ту же самую жопу попадаешь, ты эту девушку так же бросишь, будешь гоняться за следующими впечатлениями. То есть я считаю, что это такие некачественные отношения, да, некачественная такая жизнь, можно даже сказать. Поэтому эти впечатления, да, эта свежесть, это что-то новое, оно должно быть в отношении. Женщина никогда не должна до конца быть разгадана, понимаете? Самое главное, я вообще считаю, одно из самых главных, люди должны быть независимы, женщины особенно, потому что мужчины, как правило, они у нас зарабатывают деньги, они многое могут себе позволить, да, а женщина, она беременеет, рожает детей, она как бы немножечко такая нуждается в защите, да, в защите и обеспечении своего мужчины, потому что она как бы направлена вся на ребенка, воспитание, вынашивание, ей как бы сложно будет одной, правильно? Поэтому независимость здесь важна. Женщины очень часто привыкают вот к этой зависимости, что мужчина все для них, да, но мужчина может не стать в любой момент, первое. По разной причине абсолютно, он может, как и жизнь заканчивается у нас непредсказуемо, также и он может заболеть, допустим, да, как, к примеру, не функционировать так, как нужно. Ну и самое, что часто происходящее, это человек может просто уйти и полюбить другую женщину. А все от того, что ему уже не интересно здесь, ему интересно там, он там охотится. Поэтому для меня вообще самое вообще важное и главное, вспоминайте, как начинались ваши отношения. Девушки очень часто имеют ошибку меняться, меняться кардинально. Вот, знаете, мы такие люди, на самом деле, мы вот как бы стремимся к такому комфорту, чтобы все было хорошо. Мужчины, женщины, очень часто мы встречаемся, вот мы начинаем влюбляться в нас одних, таких независимых, такая вот женщина-антилопа, такая там, такая красивая вся такая, вся супер-пупер. Он такой весь ревнует вначале, да. Мужчина такой тоже, мы там влюбляемся, он такой, как конь такой вот, бегает по полю, не обузданный. Они, значит, хотят нас, как самку, завоять, завоевать, все моя никому, да. Мы хотим этого коня обуздать, как бы вот он мой и так далее. Но когда мы это делаем, мы завоевываем эту самку, мы обуздываем этого коня, нам становится неинтересно. Мы начинаем поглядывать на других коней, они нас начинают привлекать, да. Мы поглядываем, мальчики, на других самочек таких вот, которые, понимаете, флюиды все свои включили. И да, а в отношениях мы сами, женщины, вот как правило, женщины, вообще вот ладно, мужики, я вот с мужиками как бы, вот женщины, все, меньше красятся, меньше за собой ухаживают, дома ходят, не пойми в чем, понимаете. И это очень важно. Для мужчин, которые любят глазами, для них это вообще очень важно. Я вот на всех этих фронтах, у меня всегда галочки. Нужно выглядеть так. Я не говорю о том, что там красится, не красится. Нет, можно не краситься. Можно, чтобы у тебя всегда, ну как бы ухаживаешь ты за собой, сияло лицо и так далее. Но дома нужно одеваться сексуально, если мужчина твой рядом. И это совершенно не значит, что ты там уж наряжаться и ходить в неудобных вещах. Нет, ты можешь подобрать удобные вещи, но они будут сексуальные, реально. Он будет ходить, поглядывать, понимаете. И не сможет мужчина, который любит глазами и который думает одним местом, пройти как бы мимо. Тело должно быть в порядке всегда. Оно должно быть красивое, оно должно его привлекать. Но если оно его привлекало в начале, да, и оно у вас не испортилось, то, конечно же, так все и будет. Если оно испортилось, там, роды, не роды, я все понимаю, но нужно приводить все это в порядок. Потому что мы люди, честно говоря. И вот, знаете, винить некого. Вот полюбил красотку такую, да, после всех этих вещей. Вот мужчина даже может понять, да, вот я полюбила, она такая красивая. Вот сейчас она меньше красится, у нее голова там часто грязная, я ее вижу, до этого я не так видел. Потом после родов там у нее там не так, там не так, сям не так. Понятно, это все можно понять. Но вот чувство, которое внутри, страсть, ее вот здесь очень сложно, как бы, да, вот. Ты все это понимаешь, но ты не хочешь. Я ее люблю, но я ее не хочу. Так не должно быть. И я считаю, что это наша женская задача не потерять свое лицо, не потерять свою сексуальность, не потерять все это. И да, пусть, пусть вы нравитесь ни одному своему мужу, пусть вы нравитесь всем, и пусть он это видит, что вы нравитесь всем. Немного ревности в отношениях никогда не помешает. Но при этом, конечно, если вы видите, что все хорошо, и ваш мужчина вас любит, ревнует, конечно, ему надо давать полную уверенность, чтобы он в вас не сомневался, но при этом он всегда понимал, что вы востребованный человек. Это должна знать ваша половина. И одна, и вторая. То есть я считаю, что и мужчина должен так делать, и женщина. Потому что у нас у людей есть такие склонности, понимаете, пользоваться. Нам, если что, что-то легко дается, к ногам упало, оно все наше, оно нам неинтересно. И так всегда. Деньги, которые достаются, очень легко. Они не ценятся, они растрачиваются. Когда кровью и потом, ты уже их ценишь лучше. Когда женщина или мужчина падает к твоим ногам, как мы себя ведем? Все мы это прекрасно знаем. Мы не ценим, не любим. Поэтому здесь это большая работа на всех этих вот фронтах, вплоть до вот как дома ходить, как себя вести и так далее. И женщина и мужчина должны быть независимыми. То есть, ну на всех фронтах. Независимым. Да. То есть, мужчина должен знать, что ты без него не пропадешь. Ты не будешь держаться. Я считаю, что никогда не нужно держаться. Вот так вот прям. Человек уходит. Отпусти. Это может и... И это тоже поможет быть свежестью. Вот допустим, у вас закончилась свежесть какая-то. Вот сейчас плавно перейдем к тому, что когда она закончилась. И вот начинается какой-то разрыв и уход. Знаете, что вы делаете, когда вы держитесь у человека руками и ногами, и не отпускаете, и не даете ему свободы. Просто убиваете эту маленькую-маленькую искорку, которая может быть где-то еще осталась и имеет шанс на жизнь. Вы ее просто берете и глушите топором, когда говорите «Не уходи! Я тебя так люблю! А как же дети? А как же то?» Не нужно трагизма. Будьте взрослыми людьми. Если человек хочет уйти, отпустите его. И может быть как раз таки тогда, когда он выйдет за дверь, побудет там немного, его потянет обратно. Почему меня так отпустили легко? Или может я что-то делаю не так, раз так легко? Понимаете? А когда держит, хочется еще больше убежать. Поэтому я считаю, что это вообще такие ошибки. Такие ошибки. Искру вернуть очень сложно. Она реально уходит. И свежесть, и искра, она уходит, когда вы друг для друга раскрылись уже вот так 100%, развернулись наизнанку. Человек знает каждое ваше слово. Нет никакой интриги. Почему у нас происходит искра вообще в отношениях с самого начала? Потому что мы ничего не знаем о человеке. Чем меньше мы о нем знаем, тем больше мы дорисовываем чего-то. Понимаете? И это интрига. Что же за человек? Что он скажет? Как он подумает? Как он отреагирует? Вот она свежесть, новость. Что ты не знаешь. Вот понимаете? А когда мы уже полностью знаем человека, проходит вся интрига. Ну какая свежесть? Уже как облупленного знаешь его. А особенно если ты его знаешь не с очень хороших сторон, где человек может где-то унижался перед тобой, где-то он тебя не уважал, где-то ты знаешь, что он злой, недобрый, где-то там еще он. Ну то есть мы знаем все свои косяки, да? То вообще как бы какая искра? Ну что ты вот сейчас? Что бы мы ни делали, честно говоря, будет это все очень сложно. И единственный момент и шанс на все это, конечно, когда нет искры, нет свежести, когда идет все уже к концу отношений, все уже, знаете, так разваливается. Есть шанс на то, если мы, может быть, все это отпустим. Знаете, вот, кстати, вовремя хочу сказать, что есть делать люди такую ошибку, когда их отношения уже на стадии разрыва, они их пытаются всячески сохранить. Вот я считаю, что очень полезно бывает сделать паузу в отношениях. Не паузу даже, даже не паузу, не надо паузу, расстаться. Бывает это очень полезно. Да, окончательно расстаться. И бывает, когда у людей еще что-то осталось между ними, но что-то не получается, и им нужно как бы расстаться, они принимают это решение расстаться, а не натягивать эти паузи, как-то вывести, потому что, скорее всего, это все-таки приведет к разрыву. А этот момент, когда они вдруг отпускают друг друга, но между ними еще что-то осталось такое, то вот этот разрыв как раз-таки может помочь тому, чтобы возобновить потом отношения, через какое-то время, если действительно что-то осталось. Но если тянуть паузи, то это, в принципе, в конце концов разорвет все. То есть раз и навсегда. То есть если люди уже потом растянутся, когда тянут эту лямку, если они уже потом расстанутся, то они уже расстанутся навсегда. А бывают такие промежуточные моменты, когда люди расстаются, но все-таки они сойдутся. Но они как раз-таки сойтись, могут уже по-новому, понимаете? Поэтому я считаю, что вообще расставания в отношениях могут сыграть очень-очень полезную роль. И даже более полезную, нежели натягивать, тянуть эти отношения, и вы не успели отойти, соскучиться, это как опять новые проблемы. Потому что люди не меняются вот так вот, знаете, все, раз, и поменялся человек. Все это будет тянуться, и вроде бы как договорились, да? Ага, договорились. Нет. Очень часто может все поменять, когда ты чувствуешь, что ты теряешь человека. По-настоящему теряешь, и как без него, и что. Поэтому, делая итоги, выводы, вот уже говорю и говорю, делая итоги и выводы, самые важные вещи, которые я считаю в отношениях с самого начала должны происходить, это независимость. То есть мы должны обязательно работать над своей независимостью. Мы должны точно не пропасть из нашего мужа или молодого человека, то есть самостоятельно. И не только мы должны об этом знать, он тоже должен об этом знать. Первый момент – это независимость. Второй момент – это наполняйте свою жизнь, свои отношения новыми впечатлениями со своим любимым человеком, со своими детьми. То есть это очень важно. Что-то должно меняться и происходить. Должно происходить развитие в ваших отношениях, и вы должны это видеть, да? Что-то происходит. И никогда сильно, серьезно, вот так вот не держитесь. Не держитесь прям, чтобы прям пипец. За свою вторую половину. Все люди любят свободу, на самом деле. Не все просто это понимают. И, как правило, как я вам уже говорила, мы меняемся в отношениях. Очень часто мы меняем друг друга, но сами того не зная, что мы делаем только хуже. Потому что мы полюбили друг друга изначально совершенно другими. А потом уже начинаем друг друга ломать и строить. Поэтому не забывайте свое «я», какие мы, да? независимые, веселые и внутри по-настоящему свободные. Нужно это все поддерживать. Вот такие вот моменты, да? Вот такое коротенькое резюме. Независимость, новые впечатления и свобода, которые нужно дарить друг другу. Вот. Ну, конечно, все обсуждаемо. Я понимаю, что сейчас даже после этого видео может возникнуть очень много вопросов. то, пожалуйста, вот мой инстаграм. Добавляйтесь ко мне в инстаграм. Я веду прямые эфиры. Вы можете мне задавать в прямых эфирах любые вопросы. И я на них отвечу, что я имела в виду и так далее, и так далее. Если по этому видео у кого-то появились вопросы конкретные, да, какие-то. Потому что я как бы говорю образно, да, для всех. Но бывают моменты индивидуальные. И вообще люди склонны какую-то одну даже информацию принимать немножко каждый на свой счет. И часто очень люди привыкли слышать и видеть в том, что их окружают, очень много своего. То есть я, может быть, имею в виду одно, а на самом деле люди накидывают. Я сама такая, сама так же делаю. Поэтому очень стараюсь следить за этим, чтобы так не делать. В чистом виде как бы информацию воспринимать. В общем, вот так. Все, я вас жду тогда в инстаграме, в прямом эфире. Я какая-то красноватая после солярия. Ну, как всегда. Красота, да? Я вот стараюсь для своего любимого вообще, чтобы была красивая. И вот все-все-все делаю, делаю, вкладываю, вкладываю. Вот я могу сразу сказать на своем личном опыте, что я со своим молодым человеком, мой любимый человек, он точно знает, что я независимый человек. Точно. Сто процентов. что я свободу просто на раз-два. Если он захочет вдруг что-то как-то, вообще ни секунды я не буду держать. То есть, я вообще, это претит моему. То есть, я считаю, настолько самоуверенный человек в этом смысле, да, что если со мной кто-то находится рядом, да, я считаю, что я просто сама по себе делаю человека счастливым. Но если ему не хочется все это и ему не нравится, то я никогда держать не буду. Это называется уверенность в себе, понимаете? И это очень важно. Это мужчинам нравится. И тогда они хотят быть с такими женщинами, понимаете? Они находятся с такими женщинами в отношениях не потому, что их кто-то держит, или им жалко, или они должны. Они находятся, потому что они хотят здесь находиться. Их никто не держит. А они хотят находиться, и находятся. Вот. И мне, как для женщины, это очень приятно, что мужчина со мной находится, потому что он хочет, а не как-то его, там, я давлею, да, с ним. То же самое и с его стороны. Мы с ним в этом смысле очень похожи. Это у нас свобода. И что касается впечатлений, я тоже над этим работаю. Так как у нас отношения на расстоянии, это немного сложнее, но тем не менее. Прошло какое-то время, у нас были впечатления разные, и этим занимался мой мужчина. То есть, в первые годы он всегда мне какие-то впечатлял. Конечно, меня делал что-то новое. Молодец, за что я ему очень сильно благодарна. Он действительно, как бы, не давал мне скучать, и мне никогда не было скучно, даже причем в том, что мы с ним на расстоянии. И потом я приняла решение, что я хочу от него ребенка. И это на самом деле качественно. Вот, кстати, ребенок в отношениях, если вы уверены, вот в отношениях на расстоянии, если вы уверены, что это ваш мужчина, по всем фронтам нет никаких сомнений. Ребенок очень сплочает и очень помогает в том, чтобы, знаете, как бы скоротать это время до того, как вы будете со своим любимым вместе. Все это временно, понятное дело. Поэтому мне наш малыш очень сильно его заменяет. И вот прям вот рядышком, да. И впечатление продолжается. То есть, да, поездки, даже на расстоянии, мы все равно эти все впечатления переживаем вместе. Это какие-то поездки, наши встречи, рождение ребенка, воспитание ребенка. То есть, да, и при этом, нет, не сидеть вот так вот все время дома. Обязательно надо куда-то поехать, что-то должно произойти, что-то мы обсуждаем, бизнес-планы и так далее, и так далее. То есть в нашей жизни происходит все постоянно. Вот насчет впечатлений, это галочка. Все, что я вам сказала, я все это соблюдаю. И поэтому вам желаю и с уверенностью говорю, что это работает. Все, мои хорошие, будьте счастливы. Если мое видео было полезным, интересным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто первый раз. Добавляйтесь в мой инстаграм, я вас там жду. Вопросы, эфиры. Все будет. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok